Добрый день! В эфире информационная программа Вести Кабардиан Балкария в студии Беслан Суидимов и в начале коротко о главных темах выпуска. Госуслуги МВД за минимально короткие сроки. Какие документы можно получить в электронной форме уже сегодня и почему упрощенной системой не пользуются граждане? Эти вопросы стали главными на брифинге. Выручка от продажи спиртных напитков в несовершеннолетнем небольшая, а потери колоссальные. Почему материальная прибыль важнее здоровья детей? Межведомственная комиссия выясняла в ходе рейда в Прохладном. Театр Мухадзина-Нагоева снова стал общедоступным. После вынужденного перерыва трупа выходит на сцену с новым репертуаром. Директоров российских школ в будущем могут набирать по конкурсу обязанности условия увольнения, а пишут в контрактах. Такое предложение озвучил Дмитрий Медвезев в Санкт-Петербурге, где в рамках обсуждения стратегии 2020 провел совещание по вопросам школьного образования. Не потому, что мы не уважаем директоров учебных заведений, а потому, что должны быть какие-то критерии оценки работы, пояснил свою инициативу глава государства и добавил, что при этом директорам могут дать больше полномочий. Тема учительских зарплат также остается актуальной для российской школы. Ранее президент поручил довести зарплаты учителей до среднего уровня в конкретном регионе. И сейчас эта задача практически выполнена. Необходимо работу продолжить и думать о том, чтобы улучшать условия труда учителей, заявил Медведев. Также была затронута тема единого госэкзамена. Напомним, сегодня в стране началась досрочная сдача ЕГАИ. По поручению главы КБР делегация Кабардино-Балкарии во главе с председателем парламента приняла участие в церемонии науграса избранного президента республики Южная Осетия. Ануар Чеченов поздравил Леонида Тибилова от имени главы Кабардино-Балкарии Арсена Конокова, руководства КБР и народа республики. Он заверил президента Южной Осетии, что Кабардино-Балкария готова, как это было всегда, оказывать всемирную поддержку братской республики, укреплять и расширять сотрудничество. Ануар Чеченов пожелал новому президенту крепкого здоровья, удачи и успехов. Наряду с другими субъектами России на субсидии с федерального бюджета на развитие молочного и племенного скотоводства, семейных животноводческих комплексов, а также гранты единовременную помощь начинающим фермерам сможет рассчитывать и Кабардино-Балкария. Об этом на заседании правительства республики сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Альберт Красдохов. Субсидии будут предоставляться исключительно на реализацию инвестиционных проектов, в частности фермеру и юридическому лицу, который провел строительно-монтажные работы, приобрел оборудование и товарно-молочное поголовье, или построил подъездные пути к животноводческому комплексу, будет возмещено 30% от затрат. А компенсация части затрат на подключение к водоэлектрогазовым сетям составит 50%. Гранты на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства и единовременную помощь на бытовое обустройство могут получить начинающие фермеры на безвозмездной и безвозвратной основе, но по итогам конкурсного отбора. Максимальный размер гранта не будет превышать 1,5 млн. рублей, единовременной помощи 250 тыс. На конкурсной основе будут предоставляться и гранты на размещение и развитие семейных животноводческих ферм. Зампредправительство Казиму Инаев сегодня провел заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На совещании в основном говорили о готовности республики к безаварийному пропуску весеннего половодия и паводков в этом году. Подробности у Натальи Булат. Наши режиссеры сообщают, что сейчас материал готовится к эфиру. Вернемся к этой теме чуть позже. Свести к минимуму количество правонарушений в молодежной среде и обезопасить их от пагубных пристрастий. За здоровое поколение в республике ответственны многие ведомства, особенно Минмолодежи, которые накануне вместе с представителями МВД, Минтруда и социального развития, УФСН России, ПОКБР и Управление госнаркоконтроля посетили уголовно-условно осужденных несовершеннолетних в городе Прохладно. Помимо беседы с несовершеннолетними правонарушителями, участники акции провели встречу и с некоторыми недобросовестными торговцами. Нередко именно по их вине дети попадают в неприятные ситуации. Тема продолжит Осман Казаков. Так сегодня оценивает 15-летний Виктор историю почти двухлетней давности. Совершив грабеж, подросток получил полтора года условного наказания. Теперь раз в месяц он обязан являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию. С ними проводится беседа профилактического характера. По месту жительства они посещаются ежеквартально. И мы сотрудничаем с ПДН. Они предоставляют характеризующие данные, как они характеризуются по месту жительства и ими, сотрудниками ПДН. Сейчас по районам в списках правоохранителей значится около 20 несовершеннолетних преступников. Причем в этом году на учет доставили лишь двоих. Так что статистика обнадеживающая, говорит Шанкова. Не секрет, что чаще всего необдуманные поступки подростки совершат в нетрезвом состоянии. И следующей целью реды межведомственной комиссии стало выявление тех, кто не считает нужным соблюдать запрет на продажу алкоголя и табака незавершеннолетним. Закон не есть, но меры наказания к нарушителям неоправданно мягкие, считает министр по делам молодежи Султан Хажироку. Сейчас более жестко стало. Мы надеемся, что может к концу этого года еще жестче. Мы просто сейчас ждем, чтобы нагрянуть в эти же точки, где были выявлены эти нарушения. Большая часть продавцов Прохладного оказались законопослушными. Только двое из шести продали несовершеннолетним напитки, содержащие алкоголь. Очередной административный протокол и пример для других продавцов. Я надеюсь, что в концу второго квартала вообще не будут продавать несовершеннолетних. В других районах и населенных пунктах республики ситуация аналогичная. Комиссия свою работу намерена продолжать. Нальчик, Чигем, Шалушки и Никой. Эти муниципалитеты уже посетили представители ведомств. Из десяти проверенных магазинов нарушения выявлены в пяти. Продавцам пренебрегающих закона придется заплатить штраф до трех тысяч рублей. Осман Казаков, Марат Атруков, Вести Кабардино-Балкария. Сегодня в МВД по Кабардино-Балкарии состоялся брифинг, посвященный реализации госпрограммы по внедрению системы предоставления госуслуг в электронной форме. Министерство внутренних дел проводит эту работу в соответствии с федеральным законодательством. Речь идет о таких услугах, как, например, оформление автомобиля, получение всевозможных лицензий и разрешений. С подробностями наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Зачем стоять в очереди, если нужный документ можно получить с минимальными временными затратами? Нужна лицензия на охранную деятельность? Достаточно зарегистрироваться на портале госуслуги.ру, а подразделения органов внутренних дел сами запросят необходимую информацию о заявителе в других госструктурах. Это и есть система межведомственного взаимодействия. Когда все будет готово, гражданина пригласят, чтобы поставить подписи и получить документ. Качательный срок мероприятий для всех ведомств, представители здесь присутствуют, не только МВД, определен 1 июня 2012 года. Это готовность, а уже предоставление по полному перечню услуг с 1 июля. То есть в случае коррекционного невыполнения этих сроков, контроль осуществляет администрация президента Российской Федерации. Главная цель нововведения – это прежде всего сокращение сроков предоставления госуслуг, упрощение самой процедуры, уменьшение финансовых издержек граждан и юридических лиц, а также, что особенно важно, снижение коррупционных рисков. Однако в МВД республики, с сожалению, констатируют, ажиотажа пока не наблюдается. Граждане, судя по всему, мало осведомлены о новых возможностях. С 1 января этого года через портал госуслуг нам обратилось 13 человек, 11 по вопросам регистрации транспортного средства и 2 человека по вопросу выдачи водительских удостоверений. Из этих обращений услуга предоставлена в полном объеме по вопросам регистрации 5 заявителям, но мы так считаем, что население пока слабо пользуется этими услугами по вопросам регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений. Сегодня Центром лицензионной разрешительной работы МВД по КБР в электронном виде предоставляются услуги по шести направлениям, сообщили на брифинге. Это выдача лицензии на частную детективную и охранную деятельность, лицензия на приобретение гражданства и служебного оружия за пределами России, разрешение на охранение оружия и на право торговли оружием и патронами. По этим шести видам услуг планируется с 1 июля оказывать эти услуги в электронном виде. Также, если по нашей линии взять, налажено взаимодействие с Федеральной миграционной службой, с Федеральной службой казначейства, Федеральной налоговой службой, Минздравом и Минсельхозом. Заместитель министра внутренних дел по КБР Ханчавуй Залиханов призвал всех к скорейшему внедрению в систему электронных услуг, ведь времени осталось очень мало. Сафар Гиреев, Асламур Захандохов. Вести Кавардино-Балкария. И возвращаемся к заседанию комиссии по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которую сегодня провел заместитель председателя правительства КБР Казим Уянаев. Я передаю слово Наталье Булат. За прогнозом погоды члены этой комиссии следят особенно тщательно. От количества осадков напрямую зависит паводковая ситуация в республике. Половодье в апреле выше нормы, отметил руководитель гидрометцентра Евгений Богаченко, но уже в мае показатели будут падать. Аналогичная ситуация прогнозируется в июле и в августе. Весенняя погода напрямую заставляет задуматься о возобновлении русла регулировочных работ, подчеркнул министр природных ресурсов Берт Гызыев. В этом году на эти цели запланировано 29 миллионов рублей. В первую очередь предстоит защитить от речного половодия Кишпек, Нартан и Баксанский район. Назрела пора проводить и берегоукрепительные работы. И здесь зампредправительство Казим Уянаев предлагает уточнить перечень организаций, которые могут этим заниматься. Потому что в жизни получается, когда кто-то звонит по этому адресу, ни техники нет, ни людей нет. Давайте мы инвентаризацию в этом плане проведем. Пусть будет там меньше немного этих товарищей, но чтобы это было реальные лица, которые могут оказать. Инвентаризацию Казим Уянаев предложил провести по количеству и состоянию биопрудов. От их защиты напрямую зависит экологическая ситуация не только в Кабардино-Балкарии, но и во всем водном бассейне от Черного моря до Каспия. Нам нужна инвентаризация этих бусов. Вот у вас эти все данные есть. И не просто написать в Москву, что из 130, 140, 70 непригодные. Расписать. Все это сделать такой документ. И направим его в федеральную структуру. Если сегодня мы не передадим их в федеральную собственность, мы эти миллионы, сотни миллионов рублей в нашем бюджете не изыщем. А вопрос с каждым днем ухудшается. В федеральную собственность предлагается передать и гидротехнические сооружения. Их обслуживание республике также не под силу. Угрозы прорыва дамб существуют в Терском, Майском, Прохладненском, Баксанском и Зольском районах. Все расчеты и предложения члены комиссии должны предоставить в ближайшее время. Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария. Какие приемы убеждения используют идеологи экстремизма? Как пополняют свои ряды и что рассказывают родственники погибших террористов? Об этом и не только. Накануне узнали студенты Нальчикского фериала Белгородского университета кооперации, экономики и права из фильма «Война против террора». Его показ был организован управлением ФСБ России по КБР. Эта документальная лента основана на реальных историях, рассказанных теми, чьи родные ушли в лес размышлениях о проблемах экстремизма. Представители властных структур, ветеранов войны и сотрудников КГБ. Один из них, Леонид Николаевич Леонов, генерал-лейтенант в отставке, уверен, с терроризмом нужно не просто бороться, а изолировать политически и обезоружить идеологически. Приводавательский состав университета эту точку зрения разделяет, потому и согласился на показ фильма. Мы знаем, что молодежная среда является социальной базой для формирования террористического подполя. И мы постарались этим фильмом показать всю неприглядную сторону терроризма, обезопасить наших студентов от совершения неправильных действий. И мы надеемся, что каждый из них задумается над тем, что он увидит, и никогда не совершит неблаговидного действия, которое может поломать всю его дальнейшую судьбу, судьбу его родственников и родных. В этот день студенты узнали еще и то, что своей главной задачей Национальный антитеррористический комитет считает формирование у народа полного отторжения к любым проявлениям террора. Обсуждать фильм учащийся будет уже на кураторских часах. И последний общедоступный театр Мухадина-Нагоева готовится к открытию. Причиной длительного перерыва стали технические неполадки в здании. Время вынужденного отпуска трупа не теряла даром. Наряду с уже полюбившимися сейчас на сцене репетирует стулья Жена Ионеско. Зрителю представят несколько свежих постановок. Впервые на сцене появятся и новые актеры. Репертуар изменили с учетом веяния времени. Появились драмы. Сюжетные линии спектаклей станут более серьезными. В них все больше будут прослеживаться трагические и философские нотки, отмечает художественный руководитель. При этом не намерены забывать и о комедиях. По традиции зрители общедоступный театр Мухаддина Нагоева ждет каждую субботу в 18 часов. В 17.30 смотрите «Вести Северный Кавказ». В 20.30 я и моя коллега Залина Суанова расскажем о главных событиях дня. Напомню, все новости нашей программы вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. До встречи на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова